Всем привет! Это FreeStudio21.com. Как и обещали, переведя огромные текстищи, переходим к упражнению. Я хочу его сделать хотя бы потому, что здесь используются слова из текста. Дополните вот этот кусочек выделенными словами из текста, из упражнения. Итак, что мы имеем здесь? Значит, какие слова у нас выделены? Здесь у нас выделено... Наверное, стоит их выписать, потому что иначе мы запутаемся. Сейчас я проеду немного ниже. О, вот так. Итак, у меня слова party. О, какой-то цвет непонятный. Party. В смысле партия. Parliament. Parliament. Дальше у меня vote. Голосовать. Я пишу не по порядку. Дальше у меня policies, вроде бы. Policies. Так, что у меня там еще было? Я уже забыла, что у меня было. Так, так, так. Campaign. Cancellors. Campaign. Campaign. Cancellors. Так, надо посмотреть, как он пишется. Cancellors. Oh, sorry. Спешу. Так, сколько их тут еще? Что я не написала? Cancellors. 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 Elections. О, elections с большой буквы. Много чести. Elections. In the House of Commons. Палата общин. Of Commons. Так, и вот это, по-моему, все. Все или не все? Да, наверное, все. House of Commons. Parties. General elections. Sates. Campaign. Да, кажется, все. Ну что ж, если даже не все, ничего страшного, можно всегда посмотреть. Итак, in Britain there are at least one. Once every five years. When everybody aged, 18 or older, can decide the next government. В Британии чего-то там, как минимум раз в 5 лет, когда каждый человек возрастом старше 18, может что-то там, чтобы решить, каким будет следующее правительство. Итак, речь идет явно о всеобщих выборах. Поэтому здесь я ставлю general elections. General. General. Elections. Едем дальше. Дальше. Order can. Чего-то там. Что мы делаем на выборах? Правильно, голосуем. Значит, тут будет vote. Vote. Далее. Итак, vote я использовала. И general elections я тоже использовала. Далее. A few months before the elections, all the main political... Чего-то там. Publish a manifesto which describes their most important... Чего-то там. ...and says what they will do if they win. За несколько месяцев до выборов все главные политические, видимо, партии, публикуют манифест. У нас это принято называть не манифест, у нас принято это называть предвыборной программой или политической программой. Поэтому не ведитесь, пожалуйста, на слово manifesto. Это то, что у нас политическая программа. Политическая программа партии. В которых они описывают самые важные чего-то там. И говорят, что они будут делать, если победят. Итак, что у меня здесь? Так, ну здесь явно parties. Здесь другого варианта быть не может. Political parties. Parties. Так, parties я использовала. Далее, их самые главные пункты, которые включаются в этот манифест. Итак, это будет policies. Так, policies я, по-моему... А, нет, записала. Policies. Pol-ли-си-с. Далее. They then... Чего-то там for people's votes by discussing the issues on TV and radio. Они затем что-то там за голоса людей, обсуждая какие-то проблемы или дела по телевидению и радио. Так, вот здесь, поди его, знай, что имеется в виду. Непонятно. Хорошо пропускаем, ничего страшного. The candidates who get the most votes win, чего-то там, in the, чего-то там, which is the most important part of the British, чего-то там. The other party is called the House of Lords. Ага, ясно. Итак, попробуем перевести, о чём идёт речь. Кандидаты, которые получают самое большое количество голосов, выигрывают, что-то там они выигрывают, в чём-то там, который является самой важной частью британского, другая часть называется Палата Лордов. Ага, ясно. Значит, речь идёт о парламенте. Итак, главное не запутаться, куда что ставить. Так, сейчас я выберу себе какой-то цвет. Какой? Вот такой. Кандидаты, которые получают или выигрывают. Сидс. Места. Мандаты. Сидс. Я, по-моему, кстати, это слово... А, нет, записала. В палате общин. Палате общин. Где места? Выборы проводятся только в палату общин, поэтому здесь вариантов быть не может. In the house of commons. In the house of commons. Есть. Далее. Которая важная часть британского чего? Правильно, парламента. Parliament. Parliament. Так, где у меня парламент? Не вижу. Ага, вот оно. Parliament. Есть. Далее. Что у нас осталось? У нас осталось There are often local elections at the same time when people choose their local... Кого-то. В то же время, в одно и то же время с общими выборами проводятся местные выборы. Вот это выражение local elections. Местные выборы. Или выборы в местные органы власти. Вот так это можно переводить. Обратите внимание, пожалуйста, на выражение at the same time. В одно и то же время. В одно и то же время. Далее. Где люди выбирают своих местных представителей в органы власти? Что у нас здесь подходит? Правильно. Подходит cancillors. Больше ничего другого у нас все равно нет. Cancillors. 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 Длинное слово. Очень неудобоваримое. Итак, cancillors использовано. Осталось только campaign. They then campaign. Ну, ради бога. Campaign. Так, campaign. Поставим campaign. Campaign. А теперь давайте попробуем переведем это предложение с campaign. Что у нас получается? They then campaign for people votes by discussing. В данном случае слово campaign можно переводить campaign for. Обратите внимание, что в тексте было campaign on. В тексте было campaign on. Вот так писалось оно. campaign on. Когда мы говорим campaign on, это значит проводить кампанию по поводу какого-то предмета. За что-то. Против чего-то. Короче, кампания на тему. Скажем так. Если же у нас campaign for, это значит бороться за. Бороться за что-то. Проводить кампанию за что-то. А здесь более нейтрально. Проводить кампанию по какому-то делу. Проводить кампанию по. По сбору подписей там или там по защите прав животных там или еще чего-нибудь в этом духе. Проводить кампанию по. А здесь бороться за. Слово campaign в английском языке имеет двоякое значение. Это может быть также военная кампания. То есть бой, война по большому счету. То есть воевать за голоса. Вот так это можно перевести здесь, если переводить дословно. Вот такое интересное упражнение. Я не зря все-таки хотела его сделать. Здесь весьма так это все загадочно. И здесь просто надо знать политическую систему страны, чтобы догадаться о некоторых вещах. Ну, я думаю, что кому надо для текста, кому надо по делу, кто работает с этой книгой, тем будет здорово, хорошо и приятно. Сделанное задание просто как с куста. Всем остальным, наверное, просто будет для расширения кругозора. Как бы то ни было, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.